Послезавтра черная пятница и 12% украинцев, согласно опросу Viber, намерены в этот день приобрести себе гаджеты. И только Шетельман не дотерпел. Ну, страшно было, поэтому не стал ждать черную пятницу, а вот сегодня получил то, что, помните, я вам рассказывал на стриме. Получил-таки счетчик Гегера, все как положено. Ну, конечно, китайский. Нет, не смотрите на конкретную марку. Честно, покупал первое попавшееся, чтобы подешевле, я же, так сказать, денег-то не очень. На путинское баловство тратить деньги мне не хотелось. Наклерадиэйшн детектор. Я вообще на Путина потратился уже, знаете, сколько и так. У меня все эти аккумуляторы, генераторы, и все же это за счет Путина, правильно? То есть россияне должны будут после войны оплатить все это дело. Нам обязательно, каждому из нас, со всех россиян, будет за все это причитаться. Распаковал я этот детектор сегодня. Самое смешное, что в нем было, честно вам скажу, это то, что он был весь на китайском вообще. То есть он сразу можно включать, все заряжено, и все на китайском. Причем ни одного слова ни на английском, ни на каком. И я такой, стал искать меню. Хорошо, вот все-таки полезно знать на китайском два иероглифа, которые означают Джон Вэн, то есть китайский язык. Потому что эти иероглифы я нашел, я догадался, что раз здесь написано слово «китайский язык», значит здесь можно переключиться на другое. Действительно, нашел украинский, русский. Ну и вот смотрите, что тут мы видим. Мы видим очень простую вещь. Вот сейчас посмотрите, видно или нет. 0.07, видите, 0.07. Это радиационный фон у нас в Киеве на настоящий момент. Максимум за все время, за сегодняшний день, ну что я его включил, было 0.17, сейчас 0.07. Но все это, конечно, в пределах нормы. Здесь вообще стоит сигнализация, выставленная на этом приборе, на 20 микрорентген в час. Вот видите, красным написано 20 микрорентген в час. В этот момент он завибрирует и заорет, что, дескать, все, ядерная война началась. Ну хотя, как я вам говорил, в самолете, на самом деле, когда летишь на большой высоте, 50 микрорентген в час, потому что облаков нет, там высокий уровень гамма, излучение от солнца идет. Так что всем рекомендую. Нет, нет, конкретно, простите, это вообще случайным образом выбрано на случайный. Не только не спрашивайте, Михаил, где вы покупали, какая модель? Понятия не имею, на розетку ткнул, первый попавшийся, кто дешевый? Вот этот дешевый, бум, 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 все, до свидания. Вот так не выдержала моя душа, и гаджет был куплен до наступления Черной Пятницы. Но вот этот опрос про 12% украинцев решили купить себе гаджеты на Черную Пятницу, это заголовок был сегодня во всех изданиях, по результатам опроса Вайбер. Вот снова, понимаете, я понимаю, что никто не пытался специально нами манипулировать, но снова люди не понимают слова статистика. Это как вот с этим, помните, 52% готовы отдать территории россиянам. И забывают сказать, что это не из всех украинцев, а только из тех, кто согласен сейчас, в принципе, с россиянами что-то подписывать. Так и здесь, 12% не от украинцев, в заголовке вот написано, 12% украинцев купуют гаджеты на Черную Пятницу. Но дальше читаю текст. Это вам сейчас не про Черную Пятницу, а в принципе. Написано, что 83% среди опрошенных ничего не планируют покупать. Я такой, блин, ага, остальные все типа гаджеты что ли? 83% ничего не планируют покупать, а вот из оставшихся 17% 12% планируют покупать гаджеты. То есть, грубо говоря, 2% собираются покупать гаджеты, а вовсе не 12%. Так что я вошел, считайте, в 2 этих процента. Ну, кстати, так, если вам интересно, значит, 83% ничего не собираются купить, 64% потому что не верят в скидки, а 19% потому что просто ничего не надо, все уже есть. Вот так. А остальные вот что-то собираются покупать. На первом месте одежда и обувь 34%, на втором еда и алкоголь 13% и гаджеты 12%. Я не знал, что на пивасик тоже на Черную Пятницу есть скидка. Теперь буду знать. Да. Людмила, сегодня вообще, кстати, будет про деньги много. Видимо, это в связи с Черной Пятницей. Меня заморочило на деньгах, поэтому сегодня расскажу вам, как Байден пытается подарить Украине один Газпром. Попросил об этом разрешение у Конгресса. А Илон Маск против того, что Байден обновил один Газпром. И вообще, почему теперь все надо мерить в Газпромах? Это самая удобная единица измерения стала в мире. Сегодня в течение дня все собирался начать записывать ролик и следил за курсом рубль к доллару. И начиналось все со 105 рублей за доллар. Сейчас вот, когда я записываю этот ролик, уже 110 рублей за доллар дают. Да. Так что в России все очень хорошо в экономическом смысле. Можем начинать радоваться, мне кажется. Сейчас, ну, про это будет рассказ чуть позднее. Итак, что сегодня у нас было ночью? Ночью к нам прилетели из России 89 беспилотников. Но статистика очень сильно отличается от вчерашних. 89 беспилотников. Значит, смотрим. Шахеды все, да? 36 сбиты. 48 локационно потеряны. 5 вернулись на территорию контролируемой агрессором. Складываем вместе. 36 плюс 48 – 84, плюс 5 – 89. То есть все 89 беспилотников целей не достигли. А вчера, когда беспилотников было 180 с чем-то, я вам зачитывал, когда был рекорд, что достигли своих целей 12 беспилотников, а сегодня 0. Вот видите, я вчера сделал вывод, что все-таки есть какая-то критическая масса, после которой нашим, ну, уже слишком трудно сбить все беспилотники, не успевают наши физически. И вот это вот, помните, вчера я сказал, когда до 100, то вроде бы всегда успевают сбить все, ну, или почти все. И вот сегодня все. А вчера 12 штук не смогли. И из-за того, что вчера 12 штук не смогли, то в Тернополе до сих пор нет электроэнергии. Ну, как нет? В Тернополе за сегодня будет 5-6 часов в сутки электроэнергии всего-навсего. И это уже как бы продвижение, как это уже вперед продвижение, потому что раньше было 2 часа в день. Это потому, что вот россияне чем-то попали туда, когда был очень массированный обстрел в Тернополе. Вот пришла новость из Лемонда, которая объясняет, отвечает на многочисленные ваши вопросы, а как это локацийно потеряно, а что с ними происходит. ВСУ, это уже Лемонда газета, да? ВСУ с помощью РЭП подменяют координаты в шахедах и перенаправляют их обратно в Россию и Беларусь. Это результат спуффинга, перехвата спутниковых координат. Только за 24-26 ноября, то есть вот воскресенье, понедельник, вторник, таким образом в Беларусь было отправлено 43 российских беспилотников. Понимаете, локационно потеряно. Когда пишем, что там 2 улетело в Беларусь, это когда мы заметили, что они улетели. Остальные просто куда-то улетели, мы не знаем. Нам их в воздухе больше не видно. Они были, в том их нету. Потому что мы им подменили координаты. У них же они как летят, чтобы ударить по определенным координатам GPS. Наши ребята как-то взламывают это, меняют им координаты GPS, куда им надо лететь, и беспилотник летит совершенно в другом направлении. Но слово спуфинг, я надеюсь, что за это нас хотя бы не запретят нам этот ролик. Потому что, в принципе, если бы мне просто сказали спуфинг, я бы полез на свой любимый сайт искать спуфинг, да, ну вы поняли. Спуфинг с азиатками. А оказывается, спуфинг – это не то, что я подумал, а спуфинг – это подмена координат спутниковых в беспилотниках. Ну, а я думал другое. Да, в результате сегодняшней вот этой атаки, про которую я вам уже доложил, про 89 беспилотников, ну, убитых нет, но есть пострадавшие. В Киевской области, во-первых, попали, обломки попали в частные многоквартирные дома, а во-вторых, в Киеве два человека получили ранение в Днепровском районе снова от обломков беспилотника. То есть прячьтесь, когда обстрелы, все-таки надо под каким-то шелпером, под какой-то крышей находиться. Ну и Херсон по-прежнему беззащитен от российских варваров, потому что в Херсоне они просто устраивают сафари на людей при помощи FPV-дронов, летают и специально убивают или пытаются убить обычных гражданских, которые просто ходят по своим делам. Вот за сегодняшнее утро два таких случая. 68-летний мужчина в Станиславе в Херсонской области, минно-взрывная травма, контузия, осколочное ранение ноги. Ну, представьте, человек 68 лет, идет в поликлинику, да? Нет, российский солдат такой довольный. Сейчас я этого старика, сейчас я ему ноги сломаю, дрона. Ну, россиянин, одно слово, но нет, понимаете, других слов, к сожалению. Не могу я этих людей даже другими эпитетами назвать. Вот сидят россияне, да, им нравится старикам ноги ломать. Ну и второй случай такой же в Кендейке тоже. Местный житель, минно-взрывная травма, осколочное ранение ног в результате того, что такой же урод русский с того берега направил на мирного прохожего свой дрон. Ну, с военными-то они воевать не могут, ну, так-то отрываются. Да, а наши сегодня нанесли удар по Севастополю. Пока результатов на момент моей записи толком нет. Аэродром Бельбек в Севастополе, 40 беспилотников. Мы туда направили противокорабельные ракеты «Нептун». И, предположительно, мы направили туда «Стормшедоу». Мы же вчера узнали хорошую новость, что нам Кирстармер направил десятки новых «Стормшедоу». И вот, похоже, массированный удар по Севастополю. Ну, дай бог, дай бог, что завтра у меня будет что-то вам доложить по этому поводу, потому что пока это все, вот все, что имею, что этот удар нанесен. Само там вот это оккупационное руководство Севастополя заявило, что у них, они сбили несколько ракет, то есть подробностей нет, но я думаю, Севастополь такой город, откуда всегда к нам все просачивается. В результате картинки будут, видосы будут. Если мы там действительно так удачно ударили, то все будет. А есть страна, где сегодня стало спокойнее. У нас не стало спокойнее, у нас все продолжается, а спокойнее сегодня стало в Израиле, потому что Израиль подписал вчера вечером договор о прекращении огня. То есть это немирный договор, это договор о прекращении огня между Израилем и Хизбаллой. То есть не Хамасом, с чего начиналась война, с войны между Израилем и Хамасом, а это Израиль-Хизбалла. То есть Израиль и Ливан подписали соглашение о прекращении огня. И согласно этому соглашению, значит, в течение двух месяцев израильские войска будут выведены из Ливана, и их места займет ливанская армия, а Хизбаллу туда не допустят. Как правило, такие договоры действуют очень временно. Потом все заканчивается новой войной. В обязательном порядке спросите у любого израильтянина. Так же будет и у нас. Если Трамп заставит нас подписать какое-то соглашение о перемирии, то тоже это все всегда будет временным. Всегда будет временным, пока мы все-таки не сможем выгнать всех россиян с территории Украины. Ну и пока в России, конечно, не смогут демонтировать вот это российское государство. Тут уже не знаю кто. Сами они там. Америка, кто-нибудь. Но поздравляю израильтян, что сегодня на вас не прилетит 300 ракет и беспилотников из Ливана. И что сегодня вам хотя бы не придется провести большую часть дня в убежище, а то ведь в некоторых городах именно так и приходилось жить. Но вот что интересно, и насколько это касается нашей войны, сейчас вам скажу. Советник Трампа по национальной безопасности, Майк Уоллс, сообщил, что это соглашение достигнуто благодаря президенту Трампу, новоизбранному. То есть не Байдену, который, собственно говоря, все это и сделал, а Трампу. Говорит, из-за президента Трампа все готовы сесть за стол переговоров. Его оглушительная победа показывает миру, что хаос терпеть не будут. Я рад видеть конкретные шаги к снижению напряженности на Ближнем Востоке. Написал он в соцсетях. Соглашение является заслугой новоизбранного президента США. Да, да. То же самое заявил, собственно, ну нет, в более мягкой форме это Линдси Грэм заявил, сенатор-республиканец. Я, говорит, ценю, правда, в отличие от Уоллса. Сказал, я ценю проделанную администрацию Байдена работу, и при поддержке Трампа им удалось воплотить перемирие в реальность. Вы знаете, меня это вот это вот приписывание заслуг Трампу, там, где он пока еще даже не появлялся, оно меня в каком-то смысле радует. Помните, Трамп говорил, я еще до того, как стану президентом, уже установлю мир между Украиной и Россией, и уже закончу войну на Ближнем Востоке. До того, как стану. И тут, ну, по крайней мере, одну, Израиль Хизбалла, типа закончил. Ну как, он еще не приступил, он еще пока ничего не делал. Но его советники уже говорят, вот, видите, какой великий Трамп. Это все поля маркиза Карабаса, правильно? То есть, похоже, ребята решили заняться приписыванием себе чужих достижений. Ребята решили создавать хорошую картинку. И это хорошо. Мы им создадим. В смысле, мне кажется, украинцы, в том числе наша власть, достаточно креативны, чтобы рисовать Трампу победы. Вот вам простой совет украинскому руководству, который не нуждается в моих советах. Я так, шучу, конечно. Нам нужно рисовать Трампу победу за победой, и тогда все будет хорошо. Когда Трамп станет президентом, нужно будет каждый раз объяснять, как замечательно, как счастливо мы зажили при Трампе. Наконец-то, и как мир почти наступил. Вот буквально еще дайте нам одну тысячу атакамсов, и желательно хотя бы тысячу томогавков. И уж тогда очевидно, что главная заслуга Трампа, все, план Трампа практически сработал. Еще тысячу томогавков, и Трампу можно будет давать Нобелевскую премию мира. Понимаете, да? Как это? На хвостуна не нужен грош. Ему немножко подпоешь и делай с ним что хочешь. И я танцую в стиле Трампа. Помните, Трамп так танцует? На хвостуна не нужен нож. И делай с ним что хочешь. Вот, порадовали меня, порадовали, когда они начали приписывать себе эти заслуги. Но в это время из России пришел грозный ответ на это заявление. Потому что Олдс же что говорит? Майк Олдс, советник по национальной безопасности президента Трампа, говорит, что из-за Трампа все уже готовы сесть за стол переговоров, а глушительная победа показывает миру, что хаос терпеть не будут. То есть всем теперь вести себя как положено, мы терпеть теперь вас терпеть не будем, заявил Олдс. На что ему негромко из-под стола ответил Нарышкин, Мышкин-Нарышкин так называемый. Мышкин-Нарышкин это председатель Службы внешней разведки Российской Федерации Федерации. Он, значит, заявил следующее, Мышкин-Нарышкин, если говорить о дискуссиях и о предложениях в отношении замораживания конфликта, это он уже не про Хизбаллу, а про Украину-Россию, то скажу, что Россия категорически отвергает какое-либо замораживание конфликта по корейскому или по любому другому варианту. Этот мир должен быть обеспечен прежде всего для нас, для России, для граждан Российской Федерации, но этот мир должен быть обеспечен и для всего европейского континента, заявил Мышкин-Нарышкин, пропищал из своей норки. Ну, учитывая, что мы помним прекрасно тот день, 21 февраля 2022 года, в состоянии Совета Безопасности, на котором пищал Нарышкин, Нарышкина сильно щипали, чтобы он громче пищал. Он плакал, трясся и признавал, или не признавал, мы так и не поняли, независимость Луганской и Донецкой народных республик. И вот теперь ему приказали пропищать другое. Сейчас вот пищат, этот же человек пищит вот такое. Ну, это хорошо, что он запищал. Нет, это не означает никакого смысла, это не несет его заявление. Но мы теперь знаем, в чем политика. Выставили самую грозную силу, Нарышкина. Рассказать, что никаких перемирий не будет. Трамп рассказал, все, вам советник Трампа сказал, что хаос терпеть не будут. Поэтому, товарищ Нарышкин... Вот интересно, перед кем больше будет готов дрожать Нарышкин? Перед Трампом или перед Путиным? Если человек настолько перед Путиным дрожал, то что не будет, когда он Трампа встретит. Обкакается, что ли, заранее? Ну, наверное. Следите за штанами Нарышкина, много узнаете о будущем российской политики. Ну, а дальше, как я и обещал, сегодня разговор-то о деньгах, в основном о деньгах. Потому что... Не потому что черная пятница. У нас все пятницы черные, по-моему, уже два с половиной года. Два года и восемь месяцев. Все пятницы у нас черные. Это, кстати, не шутка вообще. Извините. Да. Это не совсем шутка. Это правда. Ну вот. Но у россиян, да. У россиян сегодня черная среда. Черная среда накануне черной пятницы. У них донор летит... То есть рубль летит в тартарары по отношению к доллару. Курс доллара сегодня 110 рублей на момент записи этого ролика. 110 рублей за доллар. То есть они не только перешли там все эти психологически важные отметки в 100 рублей, но уже за неделю, еще даже меньше, чем за неделю, по-моему, еще десяточка. Нам-то какая с этого радость, спросите вы? И сейчас россияне, кстати, Путин сейчас будет говорить, что это только выгодно им. Но нет, ребята, нет. Вот это уже фундаментальный трындец. То, что происходит сегодня в России, в российской экономике, я послушал, я почитал. Я сам не экономист. Но есть набор экономистов, которым я в целом доверяю. Я вам в целом картину могу описать. Они всегда эту свою ситуацию поддерживали разными, скажем так, монетарными способами. Ну, типа, тут мы поднапечатаем денег, тут мы не поднапечатаем, наоборот, денег. И таким образом как-то более-менее регулировали свою рыночную экономику. Но с сегодняшнего дня, фактически, вот сейчас, а не прямо сейчас, вот в эти выходные, будут садиться и решать, что им дальше делать, россияне. Потому что все, они подняли до максимума учетную ставку, а доллар все равно летит вверх. Прибавьте к этому то, что случилось для них самое неприятное, это перемирие между Хизбаллою и Израилем. Перемирие между Хизбаллою и Израилем привело к тому, что нефть за сегодня потеряла в цене 9%. Это очень много, очень много. И значит, что доходы российские тоже упали пропорционально этому всему. Ну, упадут, не сегодня прямо, но упадут. И у них больше не осталось вот этих технических средств. Они больше не могут вызывать на каких-то Минфинов, Шминфинов и так далее. Для них, ну вот честно, остался один вариант, последний, главный, и они его применят. Это государственная экономика. То есть прощай рынок, прощайте рыночные отношения. Я думаю, что у них будет завтра вот примерно то, что белорусы периодически делают, а именно теперь вот назначаются все цены. То есть ты хозяин супермаркета, но цены должны быть вот такие. Я помню, как в Беларуси ввели такую статью уголовную. Необеспечение товарного ассортимента. За это сколько-то лет тюрьмы в Беларуси положено. То есть если ты хозяин магазина, к тебе приходит покупатель и говорит, дайте сахару килограмм. Ты говоришь, сахара нету. Этот покупатель идет в милицию, сдает тебя и тебя сажают, потому что у тебя сахара нету в магазине. А сахара нету, потому что дефицит, дефицит. А откуда взялся дефицит в советское время? Кто помнит? Я помню. Дефицит помните? Дефицит. Откуда брался дефицит? Именно из-за государственной регуляции цены. Если бы не было государственной регуляции этой самой цены, а был бы рынок, ну хоть что, по такой цене или по такой, но есть. Спрос, предложение, баланс. И понятно, что при капитализме все всегда есть, вообще всегда все. А дефицита, ну нету, никогда. А в России сейчас будет дефицит. Сейчас будут исчезать товары. Просто исчезать, потому что на них будут вводить регуляцию, из-за того, что надо что-то делать с этим. Прикажут доллару быть пониже, например, тоже. Или еще чему-то. Вот туда все это катится. И куда все это прикатилось-то в результате? Например, Газпром. Акции Газпрома сегодня стали стоить 1 доллар за акцию. Это означает, что со своего пика цены акции Газпрома подешевели в 9 раз. Вот это называется, помните, у них было такое выражение, даже помню, эффективный газпромовский менеджмент. Причем заметьте, вот насколько в России все, так сказать, все забетонировано и зацементировано. У них, как Миллер возглавлял Газпром при цене в 9 долларов за акцию, так возглавляет и при одном долларе за акцию. Газпром стоил тогда примерно 300 миллиардов, а сегодня стоит 24 миллиарда. То есть под руководством этого чувака конкретно Газпром, то бишь жители Российской Федерации и Федерации, потеряли примерно 370 миллиардов долларов. 370 миллиардов долларов при населении в 140 миллионов, значит, что каждый россиянин потерял 2,5 тысячи долларов. То есть средняя российская семья потеряла 10 тысяч долларов. Средняя российская семья, даже самые забулдыги и нищеброды потеряли на семью 10 тысяч долларов усилиями Миллера, директора Газпрома, что вы думаете? Прекрасная зарплата у чувака там 20 миллионов долларов в год, премии, все дела, все у него хорошо. Все у него хорошо. Но весь Газпром стоит сегодня 24 миллиарда долларов. Они когда-то хотели, Путин приказал, чтобы Газпром стал самой дорогой компанией в мире. А сегодня, в результате, он дешевле, чем самая дорогая компания в мире, ровно в 100 раз. Ну, в 100 с небольшим, брать не буду. 100 с небольшим раз. Вот это достижение. Мы над ними можем прихахатывать, похахатывать. Нам кажется, что это не отражается на нашей войне. Кажется, что ну как, у нас же по-прежнему бомбят, они по-прежнему наступают. Нет, это все не так. То, что мы сегодня воюем, это война на истощение. Поэтому вот такие явления в российской экономике нам чрезвычайно важны. Чрезвычайно. Да, наши люди на фронте сегодня героически сражаются, гибнут, убивают россиян. Все это для того, чтобы остановить продвижение России. Да, потому что нам нужно выдержать. Дожить до того, как рухнет этот колос на глиняных ногах. А глиняные ноги, вот они. Газпром за 24 миллиарда долларов. Доллар по 110, это и есть глиняные ноги России. Поэтому важно за этим следить, как мне кажется. Редактор субтитров А.Семкин